В республике продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». В него входит создание экопоселения Ясна в Чебоксарском районе и комплекса «Амазония» в парке «500-летие Чебоксар». Работы начались еще в 2013 году, а в этом программа подходит к своему логическому завершению. Специально, чтобы проверить завершенность мероприятий в рамках реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, Чувашию посетил представитель федерального агентства Николай Королев. Еще несколько лет назад на этом месте было пустынно, но благодаря программе развития внутреннего и въездного туризма в России здесь появились уникальные деревянные здания. Построено семь гостевых дворов, в двух из них сейчас ведутся внутренние работы. Но сюда уже приезжают туристы со всего мира. Ясна уже приняла гостей из более чем 20 стран. А в столичном парке «500-летие Чебоксар» среди зарослей кустарников, деревьев и оврагов вырос настоящий этнокомплекс «Амазония». В прошлом году летом здесь появилась «Аквазона», а зимой работал самый большой каток в республике. Из 15 построенных объектов, обеспечивших инфраструктуру, туристический класс «Торетницкий Чувашский» зарегистрирована государственной собственностью Чувашской республики либо муниципальной собственности города, 12 объектов. Они вот все на слайде есть, перечислять я не буду. В том числе 8 объектов зарегистрированы, когда объект завершенного строительства, и 3 объекта незавершенного строительства. Мы заканчиваем оформлять все документы для того, чтобы начать строительство закрытой зоны аквапарка. Свои обязательства мы выполним. Это наша позиция и позиция инвестора. Вот таким образом выглядел наш аквапарк в прошлом году. Народа было очень много, были очереди. Вот таким будет наш аквапарк закрытый. Представитель федерального агентства Николай Королев отметил, что сейчас главное довести все начатое строительство до логического конца. Чувашия у нас один из таких примеров, положительных примеров, как надо реализовывать федеральную цивную программу. У нас такой атлас инвестиционных проектов есть. Особенно приятно посмотреть, когда что было и что стало. Была какая-то площадка, заросшая лесом, с ямами. Сейчас в настоящее время там конкретные объекты, туристская инфраструктура. Кроме этого на совещании обсудили и дальнейшее развитие туризма в республике. Напомним, в мае этого года Чувашия успешно прошла защиту инвестиционного проекта. Проект включили в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года. Инвестиционный проект «Чувашия. Сердце Волги» вошел в топ-17 поддержанных на федеральном уровне региональных проектов. Николай Королев рекомендовал в будущем сделать акцент на развитие речного круизного туризма. Чувашия может и должна стать неким такой столицей, мне кажется, речного круизного туризма. Все для этого есть, но в новом бюджетном цикле, в два бюджетных цикла мы попытаемся реализовать эту задачу. Мы защиту прошли, нас поддержали, поэтому спасибо руководству Ростуризма, что Николай Вадимович приехал по поручению своего руководителя. Они посмотрели, на самом деле, какие объекты введены, какие объекты строятся и что нужно еще сделать. Вот их пожелание для нас – это руководство к действию. И то, что сегодня мы взяли ответственную тоже такую миссию, потому что мы пустых обещаний никогда не давали и не даем, а вот центр круизного речного туризма Чувашской республики на Волге должна стать. Мы за это беремся и выполним перспективы. Это как прорывные проекты. Отметим, что проект «Чувашия сердца Волги» включает в себя два направления. Чувашия – центр оздоровительного туризма и Чебоксары – центр речного круизного туризма. Инвесторы планируют построить два многофункциональных комплекса на заливе. Также новый толчок получит туристический проект «Шишкары» – проект 21 века, расположенный на территории Маргаушского района. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.